Патрон или снаряд, тигренок или лапка, джага или жига. Так в народе называют алкогольные энергетические напитки. Коктейли, которые якобы вызывают эйфорию и прилив сил. Сегодня в Саратовской области вступил в силу закон о запрете на их продажу. Привлекательные баночки, красивые баночки и кажутся безопасными. Я не один раз слышала от родителей, которые сами покупали эти банки своим детям, потому что считают это абсолютно безопасным веществом. Такой букет химии в этом веществе, что, ну, просто только руками развести. Проверить то, как соблюдают требования нового закона, мы решили с общественным деятелем Натальей Корольковой. Увидели то, что ожидали. Убирать товар с полок многие торговцы не думали. В одном магазине грешат на начальство. Мы вчера сняли. Чего вы сняли? У вас все стоит алкогольное? Нет, мы вчера сняли, но позвонили в СОС и сказали выставить. А во втором говорят, что о запрете на продажу энергетиков даже не слышали. Мы не знали. Если бы мы знали, мы бы все давно бы оттуда вытащили. Депутаты забили тревогу после исследований врачей. По их данным, подобные напитки вредят сердцу и нервной системе. Мы решили провести эксперимент. Молодого спортсмена Максима Богословского, к слову, совершеннолетнего, пригласили к врачу. Измерили пульс, давление, сделали кардиограмму. После предложили парню выпить энергетик. Его мы купили заранее. Спустя 20 минут повторяем обследование. У Максима участилось сердцебиение и понизилось давление. Организм молодой и сильный, говорит врач. Но если пить коктейль постоянно, последствия будут куда хуже. Кстати, прилива сил спортсмен не испытал. Какое-то воздействие, безусловно, есть, но ощущение не очень приятное от этого. Почему? Какие? Ну, так как присутствует алкоголь, чувствуется алкогольное опьянение. И, ну, по вкусу напиток не очень приятен. По словам врачей, энергия от коктейлей мнимая. Сочетание алкоголя и кофеина называют адской смесью. И то, и другое возбуждает нервную систему. В одной банке содержится больше бодрящего вещества, чем в четырех чашках кофе. За счет чего происходит вот эта вот стимуляция? Почему человек, выпив чашку кофе, он говорит, что я не получил такого заряда бодрости и энергии, как после того, когда употребил энергетический напиток? Почему? Потому что вот эти энергетические компоненты, их доза в энергетиках многократно превышает необходимую физиологическую дозу для человека. По сути, тем, кто нарушит новое правило, полагается штраф. Правда, дело в том, что закон о запрете энергетиков приняли, а о наказании еще нет. Кстати, лазейки производители нашли еще до принятия решения депутатами. Например, алкогольные и энергетические напитки часто стали маскировать под видом пивных, винных или ароматизированных напитков. Вот только банка, состав и даже название товаров остались прежними. Кристина Трушина, Александр Кравченко, Новости телеобъектив.